В Московской области продолжается проект «Ледниковый период-2018». Жилищные инспекторы проверяют качество очистки кровель от снега, сосулек и наледи. В этом им помогают активные жители, которые размещают в соцсетях фотографии с хэштегом «Ледниковый период-2018». Как справляются со своей задачей Люберецкой управляющей компанией. А главное, что делать, если сосулька упала на вас, как снег на голову, узнаем прямо сейчас. Это кадры из Воронежа, а это из Барнаула. Свисающие с крыш ледяные глыбы травмируют, а в некоторых случаях убивают людей. В этом году из-за аномальных снегопадов на фасадах домов образовалось огромное количество сосулек. Сейчас, пока еще держатся сильные морозы, они особой опасности не представляют. Но избавиться от опасных ледяных глыб лучше заранее. Минувшие снегопады принесли нам массу забот и хлопот. В связи с этим работаем в круглосуточном режиме. Пять бригад по очистке кровель от наледей, от снега. Где-то, может быть, не успели. Люди, естественно, хотят быстрее. Но это тоже правильно. А если где-то не успели, то пожаловаться на неочищенные крыши можно несколькими способами. Обратиться в управляющую компанию или принять участие в акции «Ледниковый период». Для этого достаточно разместить фотографию опасного объекта в соцсети и поставить хэштег «Ледниковый период МОД-2018». При этом надо указать точный адрес дома, чтобы соответствующие службы занялись устранением проблемы. Как правило, зоны падения сосулек ограждают. И тогда становится понятно, что ходить по этому участку опасно. Здесь, например, мы не видим никаких предупреждающих знаков. Но и без них можно догадаться, что нужно подальше держаться от этого места. Хотя бы на расстоянии двух метров. Если избежать несчастного случая всё-таки не удалось, следует обратиться за помощью к медикам. Даже незначительная травма, нанесённая ледяной сосулькой, может привести к серьёзным последствиям. Если голова защищена была шапкой, то вполне возможно, что повреждение кожных покровов не получится, раны не будет. Но если сосулька достаточно тяжёлая, будет сотрясение головного мозга. Поэтому берегите себя. Если всё-таки на вас сосулька упала, ну что могу сказать, и вы в сознании, вам повезло. Вот так с начала зимы в Люберцах повезло двум мужчинам. После травмы, полученной от падения сосульки, они самостоятельно обратились в поликлинику. Всё могло бы закончиться плачевно, но, к счастью, ледяные глыбы в обоих случаях оказались маленького размера. Луизия Егязырян, Даниил Михайлов, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.